Северо-западного оперативного командования Более 300 человек проведением боевого слаживания и дальнейшим перемещением комбинированным способом на Буспесновский полигон, где проведены боевые стрельбы. По прибытию с парада, участием в торжественных мероприятиях, в плановом порядке мы убыли в очередной полевой выход, проводимый на полигоне 51-й бригады. И уже с полигона 51-й бригады два наших подразделения убыло на 227-й очередной полигон вблизи города Борисов для участия в совместных лидических учениях «Запад-2017». Подполковник Хохлов утверждает, траекторию успеха, полагаясь лишь на собственные силы, рассчитать невозможно. Уметь вносить в своей работе поправки на потенциал всех специалистов части. Таковым он видит искусство управления. Лидирующее положение – это, конечно же, работа с личным составом. Огромную роль даю именно своим командирам подразделения, их самостоятельность. Наверное, без их работы не была бы наша бригада лидирующей. Артиллерия – сложная человекомашинная система, но когда все ее детали подогнаны и отшлифованы, когда она заведена рукой грамотного командира – сбой и редкость. Куда чаще серьезные результаты, которые и показывают сегодня дивизионы подполковника Хохлова. Командира, который заряжает свой коллектив стремлением к победе. При подготовке военно-специальной техники, при подготовке личного состава, стараясь где-то своим личным примером, где-то подбодрить, где-то поднастроить, где-то рассказать те основные моменты, на которые нужно обратить внимание. Подполковник Хохлов гордится своей бригадой и останавливаться на достигнутом не собирается. Командир твердо знает, что в артиллерии залог уверенного преимущества – не только пораженные цели, но и непрерывное движение вперед. Владислав Кири, Николай Певец, телекомпания ВНТВ, специально для программы «Наше утро».